Микрокосм. Экзот, от которого я ожидал меньше всего. И с видосом, на который затянул я, конечно. Когда нам показали его до выхода дополнения в коротком трейлере, было супер непонятно, чего в этом экзоте вообще особенного. Ну, эффективно ломает щиты. И что? Не то, чтобы мы испытывали с этим какую-то проблему, и нам нужно было занимать аж целый экзот-слот для того, чтобы сбить очередной элементальный щит с моба. Ну вот, дополнение вышло, квест на него выполнен, экзот получили, и тут оказалось, что это самый простой инструмент для нанесения топ-урона без заморочек. Сейчас тысячи стражей проходят рейды, расщепляют боссов и воителей с микрокосма. Как же так? Что же мы упустили? В этом видео расскажу. Обещаю не грузить слишком цифрами. И сначала расскажу о том, как получить экзот, потому что квест вроде и очевидный, в нем вас просто просят выполнить три миссии сюжетной кампании, которые вынесены в отдельной точке запуска вот сюда. Восхождение, инакомыслие и иконоборство. Но у этих трех миссий есть механики, которые требуют точной коммуникации между вами и вашими товарищами по команде, которых вам обязательно придется взять с собой. Так как эти миссии созданы как кооп-миссии. Пройти их можно и вдвоем, но я советую делать это все же полной командой из трех человек. Так будет гораздо проще. Чтобы вообще получить экзотический квест, вам нужно завершить сюжетную кампанию финальной формы, а также пройти квесты Мики-10 о королевах, которые я упоминал в квесте на экзотический меч Эргосум. После этого вам откроется доступ к цепочке из четырех квестов типа выздоровления, также от Мики. Ими вы открываете кисты для квеста на хвостов. Выполнив три выздоровления, вам станет доступен экзотический квест выздоровления бутоны. Вот именно за него ты и получишь микрокосм. Но я знаю, что кроме квеста многие еще остаются с вопросом о том, где выгоднее купить само дополнение финальная форма. Рассказываю. Заходим на сайт Купикод, вбиваем логин своего стим аккаунта, выбираем нужную сумму и не забываем специальный промокод на скидку. Сейчас, когда начинаются летние распродажи в стиме, выгодно пополнить свой список игр было бы очень приятно. Для этого и забирай в описании к видео специальный промокод, с которым пополнение баланса стим будет самой низкой комиссии на первое пополнение. 10%. Помните, что скидки на сайте синхронизированы со стим, что очень удобно, когда там проводятся крупные распродажи. Если лень регистрироваться, можно через ВК или Телеграм заходить, но для зарегистрированных пользователей на сайте кэшбэк еще действует на каждое пополнение. В каталоге можно даже найти те игры, которые недоступны в региональном магазине РФ. В общем, если вы все еще не купили финальную форму или хотите купить на скидках другие игры, ссылку на сайт оставлю в описании, думаю многим сейчас это точно будет полезно. В кооперативных миссиях, которые вам нужно закрыть для квеста, есть три новые механики, которые могут поставить вас в тупик, потому что в других активностях дополнения они не встречаются. Механика первая. Дебаф под названием «Разрушена свидетелем». Свидетель случайным образом выберет одного человека, на которого наложит этот дебаф, и тот начнет накапливать его в стаках от 1 до 10. Если игрок наберет 10 стаков, то умрет. Прежде чем это произойдет, другой игрок должен будет снять с него дебаф, подойдя к нему и удерживая кнопку взаимодействия. Вы можете снять дебаф только после того, как он достигнет 7 стаков, так что следите за накоплением и сообщайте напарникам, что с вас пора брать дебаф. Кроме того, если у вас только недавно сняли дебаф, вы не сможете снять его с кого-то еще в течение некоторого времени. Этот период отображается на экране в виде дебафа «Восстановление разрушения». Механика вторая. Те из вас, кто давно играет в Destiny 2, наверняка помнят берсеркеров из рейда «Истребители прошлого». Вам точно тогда не нужно объяснять, как с ними сражаться. Для остальных рассказываю. Чтобы убить их, вам обязательно понадобится 2 игрока. Один человек стоит впереди противника, и один стоит со спины. Оба должны одновременно стрелять в слабые места на их спине, которые открываются, когда тот кастует такой замедляющий купол. Выглядят как эдакие батарейки. Убийство этого берсерка снимет щит с двух переключателей тьмы, которые будут находиться неподалеку. Как только вы найдете их, вам нужно стрелять в них строго одновременно. Если вы выстрелите в переключатель слишком рано, когда ваш товарищ по команде еще не готов, появится новый берсерк, и его придется убивать снова. Так что давайте друг другу отчет до выстрелов. Механика третья. Последняя механика связана с символами. После убийства определенных мини-боссов, на месте их смерти появится символ. Всего будет 2 символа, по одному за моба. Увидев его, вам нужно будет сообщить, что это. Одному из членов вашей команды, у которого есть баф «Прикосновение к символу». Он будет случайно выдан одному из игроков, и позволит ему видеть эти символы парящими над некими осколками тьмы. Обладатель бафа «Прикосновение к символу» должен будет пройтись по локации, найти нужные символы, о которых ему сказали, и собрать их, просто пройдя через них. Например, если ему назвали «Пирамиду и призрака», он должен пройти и коснуться осколков с этими символами. Если же он соберет не тот символ, который нужен, это мгновенно уничтожит всю команду. В последней миссии «Иконоборство» добавится еще одна дополнительная механика – баф «Защита от тьмы». Она будет активна на этапе с символами. Вам нужно будет следить за таймером в центре экрана и продлевать его время, стреляя по семечкам, раздающим защиту. Ничего сложного, просто главное не забывайте об этом. Пройдя все три миссии, вы сможете вернуться в затерянный город к Мике 10 и забрать свою награду. Винтовка довольно крутая и уникальная. Во-первых, это первая тяжелая лучевая винтовка, стреляющая кинетическим уроном. Щиты она вскрывает и правда быстрее любого другого оружия, нанося по ним огромный урон. Но только вот сняв щит взрыва энергии, который наносит доп. урон, не произойдет, как это обычно бывает, когда снимаешь щит с совпадающим типом стихии. Так что экзот перк мы, конечно, хвалим за скорость снятия щита, но все же скипаем по большому счету и переходим ко второму перку, о котором как раз мы не знали до получения винтовки, а ведь именно он и продает ее нам сейчас в первую очередь. Добивающие попадания из этого оружия дают энергию суперспособности. Когда действие суперспособности заканчивается, это оружие наносит повышенный урон. Насчет добивающие попадания из этого оружия дают энергию суперспособности, не могу сказать, что это важно. Да, микрокосм дает чуть больший прирост к откату супера, но настолько незначительно, и что говорить о нем не приходится как о чем-то важном. Тем более, что это все же тяжелое оружие, которое мы скорее будем использовать для урона по одной цели или боссу, а там речь о накоплении супера не идет. Может быть было бы прикольнее, если бы экзот позволял значительно быстрее накапливать супер при непрерывном критическом уроне с винтовки. Но нет, перк придуман иначе. Ладно, не суть. Вторая часть этого перка говорит о том, что микрокосм наносит больше урона после того, как вы ультанете. И вот это самое годное. После того, как вы примените свою суперспособность, вы получите 20 секунд бонусного урона. Сам бонусный урон составит плюс 20%, что очень круто. Учитывая, что это делается в соло, независимо от остальной команды, а тем более ульту вам даже в цель не обязательно сдавать, а достаточно просто ее куда-нибудь поражать, и вы уже увеличите себе урон. Про этот самый урон. Это, пожалуй, одно из самых эффективных оружий по боссам в игре, которое при этом наносит далеко не самый высокий урон. Оксюмарон какой-то, да? Да. Ну давайте его объясню. Дело в том, что по ДПС эту лучевку перестреляет даже легендарка с удачно подобранными перками. Например, ракетница главный хищник. Но только при условии бафов, дебафов, знаний сочетаний и тех цифровых значений, до которых обычный игрок, как правило, не хочет докапываться. Игрок, который вернулся в игру с финальной формой, хочет достать из штанов большую пушку и сплавить любого босса как можно скорее. И именно микрокосм это позволяет сделать наиболее эффективно. Началась фаза урона по боссу, ультанул, взял микрокосм и стоишь плавишь. Круто, круто. Просто, да проще некуда. Хотя нет, есть куда. Еще проще, если ты играешь на варлоке и у тебя надет шлем маска из кенотафа. Шлем постоянно дозаряжает магазин вашей лучевой винтовки из резервов, что позволит вообще не париться еще и о перезарядке. Халява полная. Единственное, чего на мой взгляд очень не хватает микрокосму, это возможности оглушать чемпионов воителей. Особенно барьерных. Если экзот заточен на то, что он быстро разрушает щиты, то было бы логично прикрутить ему еще и такой пассивный модификатор. Может быть мне так кажется из-за того, что я привык к божественности. Не знаю, на мой взгляд это было бы прикольно добавить ему такой перк. Ну а на этом, пожалуй, все. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. Надеюсь, видос понравился и был полезен. А еще, очень много из вас смотрят мои ролики почему-то без подписки. Давайте исправим, нажмем кнопку подписаться, колокольчик там жмякнем. И вот это вот все. Услышимся в следующем ролике. Самый лучший из лучших сэр. Отличник.